Продолжаю свои взгляды из Украины на матчи российских команд. Первый тур Лиги Европы, 15 сентября 2021 года. Спартак, Москва, Легия, Варшава, Польша. В начале матча команды обменялись острыми уколами, причем арбитр просил россиян, не поставив в их ворота пенальти. А потом пришлось покинуть поле Зобнину. Комментаторы говорят, что это потеря для Спартака. Посмотрим. Нельзя сказать, что красно-белые владели инициативой, но опасные моменты создавали, как вот удар Ларсона с угла штрафной в створ в ворот. Но борут с голки перлегии на месте. Потом Промес зарядил выше перекладины. Поляки не нагнетают, и явно свой момент терпеливо выжидает, хотя и спартаковского давления по сути нет. Лично меня матч Спартак-Легия привлекал тем, что в составе польского клуба вышел в старте наш украинец Игорь Харатин, который вместе со своей Легией до перерыва уверенно отбивал все спартаковские атаки. Матч проходил не на высоких скоростях. То ли Спартак еще не включился, а может и не может, а Легия не хочет. Потому что и так ее все устраивает. Первая половина второго тайма ознаменовалась четырьмя желтыми карточками по две на каждую команду, плюс замена Харатина. После чего лично для меня интерес к игре почти пропал. Кроме одного вопроса, кто победит? Спартак мог повезти на 66-ой минуте. На мяч после удара головой Джики ударился в крестовину. После чего красно-белые тут же создали еще один опасный момент, итог которого была блокировка удара Квинси. Мяч реконсетировал рядом со штангой. Плюс очередное предупреждение полякам. Гости ответили опасным выпадом. Заброс за спины спартаковским защитникам. Лукинос выскочил на ворота, обработал мяч, но пробил выше. А потом Спартаку откровенно повезло. Вышедший вместо Харатина кострате навесил в штрафную. Эмрелий в высоком прыжке пробил головой мимо Максименко, поймал спартаковского голкипера на противоходе. Но мяч отразила штанга. Легия стала просыпаться ото сна в попытке вырвать победу. И вырвало таки. Уже в добавленное время игрок Легии стремительно достал мяч на фланге у самой боковой линии. Промчался как ветер. Прострел вдоль спартаковской штрафной и кострате забивает 1-0. Лично я радостно воскликнул. Есть! В онлайне читаю коммент. Над Спартаком уже смеяться даже не смешно. Факт. Хотите мое мнение о Спартаке? Смотрим на табло, где напротив красно-белой команды сиротливый ноль. Олегия приехала за ничьей с перспективой вырвать победу и своего поляки добились. С вами был Саныч, до новых встреч!